Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести» Карачева-Черкесия. Сегодня в зале торжеств Дворца культуры Черкеска состоялось торжественное вручение государственных наград жителям Карачева-Черкесии. Мероприятие посвятили Дню России. Честовал наших земляков глава республики Рашид Темрезов. Подробнее расскажет Дарья Тендит. По доброй традиции, главный государственный праздник страны – День России – стал особым для присутствующих в зале торжеств. На мероприятии честовали жители нашего региона, которые достигли высоких показателей в труде и общественной жизни, которые вносят свой вклад в развитие республики. Глава Карачева-Черкесии поприветствовал и поздравил присутствующих. Он отметил важность и ценность людей, которые ежедневным трудом укрепляют мощь и величие нашего государства. Мне действительно всегда и волнительно, и большая честь вручать государственные награды нашим землякам, людям, которые всю свою жизнь посвятили и продолжают посвящать ее во благо нашей родной республики, нашей великой родины России. За профессиональную деятельность в различных сферах Рашид Темрезов наградил более 30 жителей Карачаева-Черкесии. Они, в свою очередь, выразили благодарность за поддержку и признание со стороны государства и правительства республики. Награжденные подчеркивают, что их успехи стали возможными благодаря их усердному и многолетнему труду. Я в журналистике уже больше 20 лет, и такой выбор сделала в детстве. И сегодняшняя награда как раз, наверное, как подтверждение того, что у меня, наверное, это получилось. Приятно быть сегодня в обществе таких заслуженных людей, людей, которые любят свою родину и своим трудом помогают развиваться родной Карачаева-Черкесии. Спасибо большое. Ценно очень. Почему? Потому что гордишься, когда чувствуешь, что внимание, забота государства о тебе. А больше всего я радуюсь в том, что радуются мои внуки. И столько радости у них было, столько гордости. И, в общем-то, это пример хороший для младшего поколения моего. А сколько у вас внуков? 18. Это еще не так много. Очень приятно, когда именно твой труд, именно твоя основная профессиональная деятельность, она оценена государством, я думаю, что по заслугам. Очень приятно, большое спасибо. Мероприятие было украшено концертной программой. Для собравшихся исполнили патриотические песни о любви к России и к нашей малой родине. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове поведен и влага! Влаги мая! Россия и знания! Дарья Тендит, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня состоялось открытие нового блочно-модульного здания Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии. В торжественной церемонии приняли участие начальник Главного управления государственного контроля лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов и глава Республики Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. В новом здании и легче работает. Новая мебель, новые компьютеры. Спасибо большое за такое прекрасное помещение. Работа очень важная, потому что это все-таки оборот гражданского оружия. Людям помогаем, рассказываем, как это все делать. Роман Чеглов трудится в ведомстве. 14 лет. Служба требует высокой ответственности, мужества, полной самоотдачи и верности долгу и присяги. Деловые качества и профессионализм в выполнении поставленных задач позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории республики. Здание новое, но деятельность центра лицензионна. Разрешительная работа управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии уже давно налажена. Подразделение ведет свою историю с 1969 года. Тогда был образован четвертый отдел, и он относился к управлению административной службы милиции. Поздравить с новосельем сотрудников центра прибыли начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов и глава республики Рашид Тимрезов. Для гостей новоселы провели экскурсию. Рассказали о том, что для посетителей созданы комфортные условия. Центр оборудован современными терминалами электронной очереди. Окнами приема граждан и специальными помещениями для охранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учета оружия. Есть сотрудник, который осуществляет прием граждан. Здесь у нас помещение серверное находится. Осмотрев здание, направились в управление Росгвардии. Здесь состоялась официальная часть мероприятия. К руководящему составу обратился Анатолий Маликов. Он поздравил всех с важным событием, отметив, что новоселье – это всегда приятно. И сказав о том, что решение о строительстве новых блочно-модульных зданий Центра лицензионно-разрешительной работы было принято директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. Я считаю, что не понаслышке знает, что это такое наше подразделение, как они работают, в каких условиях работают. И как мы окажем услуги, как граждане, скажем, нас оценят. Так будут оценивать все наши подразделения Росгвардии, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Хотел отдельно сказать спасибо главе республики, не только, кстати, за вот это все, но и как вы оказываете помощь сейчас во время проведения специальной операции. Я не повысить это слово. Ваша заслуга то, что ни одна жизнь сохранена, это от дорогого стоит. Затем командующий округом вручил государственные награды личному составу Росгвардии в соответствии с указом президента России. Товарищ генерал-полковник, полковник Павелисов, для награждения прибыл. Роль сотрудников и военнослужащих ведомства в решении повседневных задач безопасности в регионе неоспорима. Сегодня подразделениями лицензионно-разрешительной работы республики осуществляется контроль за деятельностью 33 юридических лиц. Конечно, комфортные условия работы еще больше будут способствовать работоспособности каждого сотрудника, было сказано на торжестве. Прозвучали отдельные слова благодарности военнослужащим управления за мужество и доблесть, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО, где многие из них уже бывали неоднократно, отметил глава республики. Когда человек работает в комфортных условиях, ему хочется и на работу приходить, и оказывать лучшие услуги населению. Все это, конечно, очень здорово. И я думаю, что мы, как поддерживали нашего управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, я имею в виду органы исполнительной, муниципальной власти, законодательной власти, так и будем это продолжать делать. Я здесь бываю достаточно часто. Хочу сказать, что многих знаю здесь лично и давно знаю. Коллектив очень слаженный, боевой. Глава региона выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет продолжена, пожелав всем мира и благополучия. Отдельно поздравил тех, кто получил государственные награды. Альбина Ламкова, Либастана, Вести Карачаево-Черкесия. Всемирный день доноров в Карачаево-Черкесии отметили чествованием людей, так или иначе задействованных в данной сфере. Работники станции переливания крови, а также почетные доноры стали участниками торжественной церемонии в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. В этот день медики услышали немало добрых слов от руководителей регионального парламента и республиканской столицы. Я считаю, что вы участвуете напрямую в спасении, в сохранении, в продолжении жизни тех людей, которые нуждаются в том, чтобы неравнодушные люди, которые у нас есть, все-таки сдавали кровь. Это традиция. Каждый день своим трудом вносите вклад в развитие медицины. И больше всего каждый человек ждет этой помощи. И вы помогаете им это нагнать. Такая благородная миссия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, и днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 24. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11, температура ночью 16-18, а днем 30-32 градусов тепла. Фонд Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой пополнен книгой депутата парламента, председателя Комитета по национальной политике, известного спортсмена Наурзе Тимрезова. Он передал в Республиканскую библиотеку 40 экземпляров своей книги «Наука воспитывать чемпионов». Книга также будет передана в муниципальные городские и районные библиотеки республики. Директор библиотеки Салых Хабчаев отметил, что полумиллионный библиотечный фонд сегодня стал намного богаче, потому что наиболее ценные и редкие это издания и работы местных авторов. Заместитель министра по делам национальности Ислам Хубиев сказал, что автор книги начисто разрушает стереотипы о том, что профессиональные спортсмены не могут быть творческими людьми. Наурз Тимрезов поблагодарил сотрудников библиотеки за их труд и выразил надежду, что книга будет интересна читателям. Она нацелена именно на молодежь. Когда мы говорим о патриотизме, о здоровом образе жизни и всем остальном, можно постоянно это говорить, но на своем примере показать и рассказать, и издать книгу. Ну, были такие, конечно, примеры. Много известных и политиков, и чемпионов, они пишут книги. Я вдвойне рад, что эта книга издалась именно в этот год, год семьи, объявленным президентом нашей страны. И эта книга, прежде всего, дань уважения к своим родителям, к тренеру. И содержит посыл, пожелания для всех жителей нашей республики и всей России в целом. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карачева-Черкесии навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов в микрорайоне Московский у Жигутинского района. Гости поздравили работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником. В мероприятии участвовали представители республиканских министерств, районной власти и общественных организаций. Старший помощник начальника группы по военно-политической работе капитан Николай Морозенко поздравил коллектив социального учреждения с профессиональным праздником и выразил признательность за неоценимый вклад в воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специально для гостей ребята подготовили небольшую концертную программу с песнями, стихами и танцами. Его подвиг бессмертен, а память о нем незабвенна. В Черкесске прошел открытый турнир по плаванию, посвященный памяти нашего легендарного земляка, Героя России, генерал-майора авиации Канамата Хусеевича Баташева. За состязаниями следил Ахмат Халкечев. На официальной части открытия соревнований к участникам состязаний с напутствиями обратился и родной брат героя России Канамата Хусеевича Мурадин Баташев. Он поведал, что плавание было в числе любимых видов спорта легендарного генерала. Именно спорт закалил в нем волю и характер, определивших его стезю. Мы желаем участникам соревнований быть достойными в его памяти и быть лучшими в своем виде спорта, как нам надо лучшим в своем деле в служении своему отечеству. Мемориальный турнир, хоть и проводится всего лишь второй год, уже показывает весьма высокий результат, как в плане количественном, так и в плане качественном. В этом году в состязаниях принимает участие около 300 спортсменов из четырех регионов СКФО. У нас достойные соперники, но мы не подведем нашу республику, будем стараться и будем занимать места обязательно. Лучшие пловцы Ставрополя, Ингушетии, Северной Осетии, ну и, конечно же, хозяйки турнира Карачаева-Черкесии в течение двух дней оспаривали право на первые ступени пьедестала в девяти возрастных группах. Каждая группа выступает в нескольких стилях. Конкуренция есть, соревнования, скажем, организованы на таком довольно хорошем уровне. Ну и, в принципе, есть с кем посоревноваться, есть где поплавать. Высокого уровня спортивная конкуренция проявилась с первых же стартов. Оно и не удивительно, ведь каждый регион старался выставить своих самых титулованных пловцов. Разумеется, исключением не стала команда и нашей республики. Хорошо проплавал, вроде бы, у меня еще одна дистанция. Были какие-то условия? Ну, вода тяжелая, тяжеловато была в этот раз. В больших соревнованиях на эскалфу, на дельфине тоже плавала, разными видами. Ну, настрой боевой, готово. В общей сложности спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 54 медали, 16 из которых золотые. Ну, а серебро и бронза в копилке наших пловцов поровну 19 медалей. Ахмар Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь». Всего доброго, до встречи.